Начать. Я оставлю демонстрацию экрана. Мне не будет видно себя, буду увидеть только слайды, поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях, чтобы не было понятно, видно, и если что, маякните. Так, открываю слайды. Поставьте восьмерочку, если слайды видно. Восьмерочку поставьте, и мы с вами поедем. Восьмерочки, если слайды видно, открыли слайды. Все, спасибо, спасибо. Давайте еще раз представлюсь. Меня зовут Татьяна Чиндясова. Здесь я немножко о себе написала. Я пришла в компанию Арифлейм уже будучи предпринимателем. Начала свою деятельность с 2010 года. И если говорить на языке Арифлейм, дошла до исполнительного директора именно в предпринимательстве, потому что я начинала с одного филиала, расширилась до 12 филиалов. В этом направлении была лучшим предпринимателем. Была у меня и красная дорожка, и награждение от главы республики, и статус лучшего предпринимателя. То есть я развивалась в офлайн, и никакие предложения не рассматривала категорично. К вопросу, кто когда приходит, все приходят в свое время, когда открыты новым возможностям. Поэтому, может быть, кто-то есть в вашем окружении, кто еще не рассматривает варианты, или, может быть, вы сами не рассматривали варианты, а сейчас рассмотрели возможности сотрудничества с компанией Арифлейм. Давайте посмотрим, когда я стала рассматривать сотрудничество с компанией. Так получилось, что у меня был детский центр, и пришлось его закрывать по разным причинам, так скажем. И я стала думать, куда пойти, чтобы начать зарабатывать. Наемный труд, честно скажу, я не рассматривала, потому что опыт у меня был только в студенчестве, и так получилось, что такая яркая очень картина. Когда я в 17 лет работала уже, была продавцом, кстати, в отделе Нижнего Пелья, и была лучшим там продавцом, но люблю я продавать, рассказывать о выгодах, и всегда у меня было больше продаж. И так получилось, печальное событие, когда у меня умерла прабабушка, и из всей семьи только я не смогла поехать, потому что меня просто не пустили. Раньше машины своей не было, был только автобус, и если не успели, то не успели. Потом уже, конечно же, мне работодатель позвонил и сказал, что да, можешь идти ехать на похорон, но уже автобус ушел. И уже тогда я реально задумалась, что не мы владеем своим временем, а именно работодатель, что даже на такие важные события мы сами не можем попасть. То есть я реально об этом задумалась. Но дальше институт, получение диплома, и снова после диплома начинаешь поиски работы, и неважно, какой у тебя диплом, начинаешь ты с низов. И когда я пришла, так скажем, на биржу устраиваться, искать себе работу, мне предлагают озеленитель. То есть я с высшим образованием, а мне предлагают вот самое такое. То есть у вас же опыта нет. То есть начинаешь с низов. И тогда я решила открыть предпринимательство и как раз открыла детский центр. Это вот такой мой, так скажем, путь. Поэтому работники, есть вроде бы стабильная работа, но пока работаешь, ты зарабатываешь. Когда работа не станет, то и, естественно, доходов нет. И это очень хорошо во время ковида тоже очень многие увидели, что вроде бы есть стабильная работа, бац, ее нет, и надо что-то делать, что-то искать. А люди очень часто, вот, хватая за эту стабильность, успокаиваются и довольствуются тем доходом, который есть. А место, где вы работаете, так скажем, государство платит ровно столько, чтобы вы не уходили. И в основном зарплаты хватает на самое-самое, ну, так скажем, необходимое, нужное, а на что-то большее не хватает. Следующее направление – это самозанятый. Я в основном всегда рассматриваю вот этот квадрат как на примере учителя. Каждый учитель, ну, я думаю, что многие хотели бы дополнительный доход, да, так и на другой работе, допустим, тот же бухгалтер, да, он всегда хочет что-то дополнительно получать. И если берешь дополнительные проекты, ты становишься самозанятым, да. И сейчас это уже, если раньше, я помню, когда рассказывала еще такую презентацию, были только предприниматели, сейчас действительно вот самозанятые. То есть пока занятые, сами работают, да, есть доходы. Как только сами не работают, то тоже нет дохода. Тоже это, так скажем, слабые места были видны, когда наступил вот ковид, и многие увидели, что та работа, которая, казалось бы, стабильная, там либо брови, либо кто многие вот маникюром занимались, вынуждены были закрывать свою деятельность и искать что-то другое. То есть пока ты работаешь, ты деньги зарабатываешь. Поэтому вот на квадранте как раз денежного потока это находится слева. Что же находится справа? Справа находится как раз вот бизнес и инвестиции. Это такой проект, когда вы сначала вкладываете, может быть, время, может быть, деньги, а потом ваши доходы не зависят от времени, потраченного на это. То есть как у меня было, почему я другие варианты не рассматривала. Я начинала как руководитель своего кружка, да, то есть у меня был один филиал, и уже потом, когда я создала более 12, у меня были руководители в каждом кружке, была своя система, вот как франчайзинг, да, там две недели даю всю информацию, и дальше все эти филиалы работали сами. От меня не зависели. То есть деньги были, и у меня время было. Это вот тот самый бизнес. Многие путают бизнес с малым предпринимательством, где они сами работают. Вот буквально вчера у меня муж общался с родителем из садика, и тот тоже, пожалуйста, с одной стороны, он сам самозанятый. Самозанятый, есть доходы, все устраивается, круто, все здорово, то есть есть доходы, но он так устает на этой работе, потому что он работает, он никак не может найти себе хорошего заместителя, поэтому приходится все самому работать. Или там кто-то есть, кто работает, но часто там либо заболели, или еще что-то, и он снова выходит, и он реально работает там более 12 часов, хотя он вроде самозанятый, вроде бы у него свое дело, вроде бы и деньги есть, и вроде надо радоваться. Но даже вот сейчас открывается летний сезон, они купили в очень хорошем месте дачу, но даже там он с детьми не может находиться просто потому, что он работает. То есть он работает, деньги есть, а времени даже полноценно потратить этих денег нет. Вот, надеюсь, понятна разница, что почему слева вроде бы даже и могут быть там деньги, но просто не будет возможности их даже потратить. И другой сегмент – это инвестиции, это многие к этому стремятся, когда тоже вкладывается либо время, либо деньги, и потом уже независимо от твоих действий будет постоянно идти поток. То есть самое такое распространенное – это когда квартиру сдают в аренду, да, либо как в учительстве это как создать какой-то такой проект, книгу, курсы, которые постоянно продаются, и вы имеете постоянный процент дохода. То есть что-то новое запустили, новые доходы, новые. То есть вы уже не вкладываете свое время в создание этого проекта, а проценты постоянно-постоянно идут. Это реально очень круто, но просто далеко не каждый может создать какой-то новый такой вот продукт, ноу-хау в наше время, чтобы это было популярно. Поехали дальше. Так вот, в Арифлейм здесь тоже все эти сегменты есть. Есть также и работники, это администраторы, да, это которые нам помогают, как раз вот нам подсказывают, какие акции есть в компании. То есть они также работают в офисе, у них также есть риски, что их могут уволить, если по каким-то, там, я не знаю, что-то не подошли, что-то не успели, что-то не сделали, да, или там в электронном каталоге или еще где-то сделали ошибку, может быть, несколько раз. То, естественно, такого тоже дизайнера могут уволить. Также есть и самозанятые здесь в компании Арифлейм, то есть что круто, реально круто, по крайней мере, когда я пришла, мне это понравилось. Каждый, абсолютно каждый, не имея рубля в кармане, здесь может заработать здесь и сейчас первые деньги. Каким образом? Есть каталог, вот такой классный у нас, да, он бумажный, но вот кто приходит, этого бумажного каталога нет, но у нас есть электронный каталог. И абсолютно каждый может электронный каталог сбросить и предложить приобрести вот такую классную, допустим, тушь, 299 рублей. Реально цена, это очень низкое такому качеству. Наша цена, по-моему, 239. Соответственно, 60 рублей – это ваша немедленная прибыль. Если вы предложили 10 человек и 10 у вас купили, это будет 600 рублей, вы здесь же заработали. Вам деньги перечислили полную стоимость, вы заказали здесь же со своего личного кабинета, включите в стоимость доставку, чтобы не выплатили. И здесь же сегодня вы можете заработать 600 рублей. Вы причем ничего не потратили. Дайте, пожалуйста, плюсики, слышно меня или нет, потому что тишина, понятно ли вам это. Плюсики поставьте. Вижу. Все, спасибо. Просто не вижу никого, поэтому хочется обратной связи. И вот смотрите, меня это реально вдохновило, потому что когда поступило предложение о сотрудничестве с компанией Арифлейн, я уже занималась интернет-магазинами. И чтобы приобрести товар и получить прибыль с товара, надо было приобрести, ну, как минимум, в основном, когда запускают интернет-магазин, там 20 тысяч, если это небольшой товар, 50 тысяч или 100 тысяч. То есть, чтобы запустить свое дело даже через интернет, нужно как минимум отложить деньги и на рекламу, нужны деньги на оборудование, на аренду склада, даже если не аренда офиса реально. Тем не менее, где-то для старта, для любого старта надо как минимум 100 тысяч рублей. И когда я пришла в компанию Арифлейн, мне просто на сайте надо было, чтобы были два подарка для моего продукта. И когда я увидела, что здесь от одной единицы можно покупать с 20% скидкой любой товар, я, честно, была в шоке, потому что везде надо приобрести товар либо на 10 тысяч, либо на 20 тысяч, и тогда шла 20% скидка. То есть, вот те самые совместные покупки, по крайней мере, у нас в Чебоксарах очень, они были развиты, и сейчас они развиты, когда мамочки объединяются, хотят, допустим, купить детскую одежду подешевле, собираются на 20 тысяч покупки и отправляют. И здесь в компании Арифлейн, вы только представьте, если вы хотите получить реально немедленную прибыль, вы можете организовать любую совместную покупку и здесь и сейчас заработать первые свои 500 тысяч рублей. А приходят ведь люди, действительно, у которых не хватает деньги на подгузники, на еду, на проезд. То есть, я об этом не думала, но когда начинаешь общаться с людьми, действительно, есть такие ситуации, когда реально нет денег. И если есть в вашем окружении люди, у которых реально нет денег, расскажите о возможности, что можно зарабатывать немедленную прибыль. Продажи – это не стыдно, это раньше спекуляция была, а здесь есть возможность человеку предоставить, купить качественный продукт, и вам выгодно вы заработали и рассказали о качественном продукте. Но, естественно, таким образом больших денег не заработаешь. То есть, можно заработать и 5, и 10 тысяч рублей, как если много побегаешь, много рассылок сделаешь, то и заработаешь. Но основное, конечно же, направление и интерес – это во втором направлении. Это вот просто вы сами включите мышление предпринимателя. Что сделать такое здесь в компании Арифлейн? То есть, есть возможности. Как создать такие филиалы, чтобы они сами работали, а вы получали доход? Таким образом, у вас здесь будет бизнес. Как сделать так, чтобы постоянно за потраченное ваше время либо действие вам постоянно шли вот эти проценты? Это не просто, ну, как бы не очевидные доходы. Поэтому многие их не видят. Самое простое и очевидное – это купи и продай. Поэтому многие так и до сих пор думают, что в компании Арифлейн самая такая большая прибыль – это вот купи и продай. На самом деле здесь огромные возможности. И вот поэтому давайте мы с вами разбираться. Сейчас никого не удивишь, как работают интернет-магазины. Если раньше надо было объяснять вот эту схему, как эти проценты двигаются, я думаю, что сейчас, в принципе, каждый понимает эту систему. Потому что есть уже Ваутберрис, есть Озон, и люди видят, что те же предприниматели находятся на определенной площадке. Так как они не платят за аренду, за реальную, платят только, можно сказать, за свое место на вот этой площадке, тем самым и рекламу покупая, люди у них покупают дешевле, чем в том же магазине. Также и в компании Арифлейн есть своя площадка, онлайн-площадка, где мы не переплачиваем кучу-кучу посредников, мы покупаем непосредственно с завода. Поэтому компания не тратит деньги на рекламу, мы сами рассказываем о продукции, не тратит деньги на аренду и вкладывается именно в разработку качественного продукта. Поэтому свой исследовательский институт, и прежде чем, чтобы выпустить вот любую новинку, которая у нас появляется, каждый каталог, наверное, 10-15 новинок у нас появляется, в это вкладывается компания как раз в разработку качественного продукта. Поэтому эта система достаточно простая, и уже если вы даже просто будете здесь покупателем, вы имеете ряд выгод. То есть сразу 20-процентная скидка на качественную продукцию. То есть, соответственно, на 2000 вы рублей купили, 400 рублей сэкономили, потому что вы пошли не в магазин L'Etoile, допустим, а пошли, открыли интернет-магазин свой и сэкономили за год 4800 рублей. Так как здесь, с чего компания сама начинала, это товары в первую очередь, первые необходимости, потом уже декоративная косметика, и для здоровья, и для красоты, и для молодости. Сначала это все начиналось именно как вот товар, тот, который нужен всегда. То есть мы все моемся. Вот недавно как раз было 9 мая, и мы с дочкой решили сделать маленькие такие презентики солдатам, в основном это из Афганистана так получилось, и мы просто с дочкой подходили, дарили кусочек мыла со словами, что в годы войны самый дорогой подарок было как раз вот мыло, примите от нас маленький вот такой презент, на что один как раз солдат и сказал. Вы знаете, в Афганистане мыло тоже было дорого, поэтому огромное спасибо за такой подарок. То есть понимаете, хочется быть чистыми всегда, особенно вот у нас тоже на 5 дней отключали воду, вот сегодня сейчас тоже идем, муж говорит, какое счастье быть чистым, потому что воды, когда нет, возможности вот прям помыться хорошо нет. Вот представляете, что нужно, чтобы было помыться? Это товар первой необходимости, и у вас 20% скидка на этот товар постоянно, как только вы оформили этот личный кабинет. И вот просто представьте, ваша экономия 240 тысяч за 50 лет. Вы же так или иначе все равно где-то будете мыться. Если вы будете просто покупать где-то, вы потихоньку тратите деньги на продукт, ну и тратите переплачивая, а здесь вы экономите. И вот теперь просто представьте, так или иначе вы будете где-то эту продукцию покупать. Мыло вы где-то будете покупать. Где-то будете, если девушка, да, сидит слушает тушь, все равно будете покупать. И в среднем, хотя сейчас уже 3 тысячи рублей на товар первой необходимости семья тратит, ну пусть будет 2 тысячи рублей, 24 тысячи рублей вы все равно в год тратите в семейном бюджете. Мы больше, у нас семья из 6 человек, естественно, мы тратим больше. За 50 лет, вот средняя семья, она тратит 1 миллион 200 тысяч рублей. И тратит за 50 лет, вот поверьте мне, да. И вот, соответственно, куда вы эти деньги понесете? В гипермаркет магнит, я не знаю, что у вас рядом, у нас вот просто гипермаркет магнит. Или в свой магазин, может быть не сейчас, может быть когда-нибудь потом, может быть у вас сейчас срочные дела, времени нет вникать, разбираться, да, понимаете? Может быть вы не сейчас включитесь развивать свой интернет-магазин через 5 лет, через 10. Но вы уже инвестируете в свой магазин, понимаете? А если вы продолжаете покупать периодически вот такую же продукцию, то в одном магазине, то в другом, вы инвестируете в чужой бизнес. Поэтому в виде возможностей здесь, сейчас я уже более подробно расскажу, вы начните с того, что инвестируете в свой бизнес. Может быть не сейчас, может быть когда-нибудь потом вы включитесь, и вы уже осознаете, что вы вкладывали в свой бизнес. Понятная идея? Ставьте плюсики, чтобы я не одна разговаривала, да? Умный предприниматель. А вот теперь представьте, что если даже, пусть не сильно амбициозные цели, пусть хотите зарабатывать, ну, хотя бы столько же, сколько на основной работе. Ну, вот, кстати, пишите, на основной работе, да, работайте, пусть не ваша, пусть средняя зарплата по вашему учреждению сколько? У нас, ну, вот я написала, конечно, 30 тысяч, хотя у нас, вот сейчас я поспрашиваю, что в среднем все равно не больше 20 тысяч. Вот 40, да, тысяч. Вот представьте, ну, вот расчет 30, хотя можно и 40 поставить, просто немножко по другому структуру построить, можно здесь уже и на уровне директора 40 тысяч получать. И вот представьте, если даже выйти на минималку здесь на 30 тысяч, то есть такой, так скажем, директор с небольшой структурой, да, и здесь у нас 18 каталожных периодов, то есть вот такой каталог у нас, 18 каталогов теперь выходит, да, и после закрытия каждого каталога в четверг, вот уже в следующий, сегодня вторник, среда, в четверг, в четверг уже во всех чатах будут доходы партнеров, те, которые вышли, оформили самозанятость, и уже получают доходы. 18 раз доходы получают здесь, что у нас 6 выплат больше, чем на обычной работе. Когда в декабре многие девчата, у меня знакомые, получают 13-ю зарплату, они безумно счастливы, позволяют себе многое, а здесь 18 выплат. Соответственно, даже если на 30-ку выйти, 6 умножить на 30, это 180 тысяч выгода. Если выйти, вот, Марине, на 40 тысяч, да, здесь, то выгода составит здесь, даже с той же зарплатой, 240 тысяч рублей, потому что здесь будет на 6 выплат больше, чем на обычной наемной работе. Понятно, да? То есть, вот просто подумайте, даже если вы выйдете на тот же результат, на котором вы сейчас находитесь на основной работе, все равно у вас здесь будет выгода в 6 раз больше вашей зарплаты. Ну, реально круто. Естественно, я думаю, что вы останавливаться не будете и будете расти дальше. Поэтому давайте разберемся, откуда берутся деньги и что конкретно надо делать. Смотрите. Первое, что нужно сделать, это создать свой филиал. Свой филиал как раз вот директорский. Это в среднем товарооборот 300 тысяч. И компания в среднем платит 10%. Почему мы так пишем? Потому что будут разные уровни процентные. Мы усредняем просто для расчета, для показа 10%. И если взять средний чек, как я уже говорила, что у нас 2000 рублей, то это вот, чтобы создать такую структуру с таким товарооборотом, нужно всего 150 человек. И это в основном только потребители. 2000 рублей, понимаем, да, это лояльные покупатели, которые в среднем за месяц покупают там шампуни, гели, зубные пасты, мыло. Ну, где-то на 2000 рублей мы вот это покупаем. А если есть там еще и партнеры, соответственно, будет структура поменьше. Так вот, конечно же, вопрос, где взять вот эти 150 человек? Ну, вот пишите, в вашем окружении вы сейчас вот прямо здесь и сразу создадите тот же, я не знаю, бьюти-канал, бьюти-чат 150 человек, вот с нуля, вот прямо с нуля. У меня до сих пор около, ну, по-моему, около 200 бьюти-чат, да, небольшой. То есть вот у одного человека вроде бы так сложно вот 150. Где мне взять вот эти 150, да? Соответственно, давайте посмотрим. На самом деле схема очень простая и эту схему давно уже взяли, потому что эта схема как раз, она более 100 лет. Вот эта MLM-система, MLM-схема, ей уже более 100 лет, и банки многие вот это все берут. То есть, смотрите, если вы сами сначала увидели, что даже будучи лояльным покупателем, у вас выгода 20%, что здесь вы можете инвестировать в свой проект будучи. А если вы будете предпринимателем, то здесь вот такой доход получите. А если вы будете просто даже что-то для здоровья покупать, то анализы будут, да, хорошие, энергия будет, силы будут. То есть каждый найдет какую-то выгоду здесь, потому что возможности у компании огромные, сейчас тоже скажу. И вот каждый, каждый человек, вот по-любому у вас есть три человека, которые в жизни хотят что-то изменить. Что хотят изменить, да? Кто-то, вот говорю, может быть, о здоровье задумался. Кто-то хочет, на памперсы не хватает, нужна немедленная прибыль. Кто-то задумался, что все, устал на наемной работе, задумался о подушке финансовой безопасности, о пассивном доходе. То есть вокруг нас есть люди, которые что-то ищут. И вот этих троих мы приглашаем. И у каждого зеленого вот этого человечка есть тоже три человечка, как минимум, которые тоже что-то ищут, тоже что-то хотят, тоже смотрят по сторонам. И вот представьте, если каждый пригласит таких людей, которые что-то ищут, то на четыре поколения вниз, это для устойчивой системы, да, уже получится 120 человек. То есть это практически 150 человек. Причем задача здесь очень простая. Пока вы сами пришли, вы не разбираетесь, вы просто приглашаете людей на возможности, на презентацию. И ваша задача, чтобы ваш человек, кого вы пригласили, чтобы он здесь увидел возможности. Если пока вы сами не можете рассказывать, пригласите на человека, который вас пригласил, и он расскажет о возможности. То есть ваша задача просто пригласить и посидеть послушать потом пригласить следующего человека посидеть и послушать и поверьте каждый раз когда вы будете слушать вы услышите что-то новое каждый раз по полочкам будет укладываться даже вот сейчас начала повторно читать книжку мне она очень понравилась рекомендую на 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 привычки fog и там как раз вот говорится о хороших маленьких привычках но когда я слушал год назад я делала одни выводы сейчас у меня другие планы и прослушивать ту же как помню вот эту часть я прослушивала у меня уже другие выводы то есть по-другому ложится все по полочкам соответственно сами приходите на презентацию приглашайте партнеров и сами приглашайте потому что вы сначала слушаете своими ушами а второй раз вы будете уже слушать ушами своих партнеров уже будет по-другому понимать эту презентацию поэтому важно прослушать ни одну презентацию чтобы уложилась но крутая реально фишка в том что просто посмотрите на магию цифр это реально магия то есть вы пригласите не троих, а шестерых. Если вы посидите и подумаете, кого еще можно осчастливить, кому еще дать какие-то возможности. Найдете еще троих, всего на три человека больше, и смотрите, что получается. Если каждый в своем окружении посмотрит, кому что надо, кому просто покупать, кому здоровью надо, кому путешествовать надо, кто-то может хочет, я не знаю, красоту и молодость, да, не в салонах, потому что настало время, когда вот тоже после того же ковида, многие салон поменяли на домашний спа, и когда ищут, какой делать домашний спа, оказывается, наша продукция реально очень крутая, поэтому очень многие рассмотрели эту возможность. И представьте, на шестерых вы больше пригласили, каждый тоже пригласил по шестерых, и это уже 1555 человек. Это реально магия. А вот это 1550 это уже структура с доходом более 200 тысяч рублей. Представляете, если вы сделаете действие на три человека больше, вы увеличить можете доход на 200 тысяч. Как вам такая идея? Ставьте плюсики. А теперь ничто так не вдохновляет, как премия. В основном на многих предприятиях, да, доходы какие? 3000, 5000, а иногда просто бумажная грамота вот такого формата, вот как раз, как это, вот, ребенок у меня получил. Многие также учителя тоже такие же грамоты получают за ученика, за то, что там, я не знаю, конференции подготовились, еще что-то. Вот такую грамоту дадут, и все. Здесь компания Реплейм, другие премии. За уровень директора дают 100 тысяч рублей. Если вы сами стали директором, как вы думаете? Вот смотрите, вы пригласили человека, вот вы сами стали директором, и того партнера, который пригласили, я вас уверяю, он тоже скажет, слушай, а что делать надо? Я тоже хочу получить премию 100 тысяч рублей. И вы ему рассказываете, вот смотри, делай вот такие простые действия, просто приглашая людей на возможности. Каждый человек выбирает возможности. Далее мы тебе даем чек-лист, который надо выполнять и просто дальше действуй. И как только у вас ваш человек разбирается и становится директором, вы получаете премию 150 тысяч рублей за старший директор. Тот человек тоже в выгоде, он получает те же 100 тысяч за директора. То есть, опять же, выиграл, выиграл, и вы научили, получили премии. И того, кого научили, он тоже получил премию. Если два директора, смотрите, здесь уже просто, да, 200 тысяч, три директора, 300 тысяч, четыре, 400, шесть, это 600 тысяч рублей. Неважно, кто как называется, да, там, золотой, бриллиантовый, яхонтовый, но просто представьте, ваша структура, вы вот тех сделали на три человека больше, всех этих партнеров, те, которым интересно, довели до результата, и премии вы можете собрать 1 миллион, 750 тысяч рублей. Вот здесь вот просто подумайте, зачем вам 1 миллион, 750 тысяч рублей. Эти деньги вы никогда не получите, когда у вас не будет цели. Если вы просто хотите, вам нравится такая цифра, вы ее не получите. У вас будут эти деньги только тогда, когда у вас будет конкретная цель. То есть вот на примере, вот сегодня как раз рассказывала, то есть все хотят иметь хорошую форму, да, там, сбросить 2-3 килограмма, окей, хорошо, когда-нибудь потом. И мозг воспринимает, да, я хочу лучше выглядеть когда-нибудь потом. Но когда вы ставите четкую цель, допустим, к такому-то числу, и зачем, да, то есть это ваша должна даже цель быть. Вот простой даже пример. Я должна была себя в этом каталоге вознаградить чем-то за конкретные действия. Я хотела, думаю, запишусь на танцы. Но потом я поняла, что это не моя мечта, не мои, как бы, ну, все идут сейчас на танцы, вроде бы да. Но когда я стала, поняла, что мой мозг стал оправдывать, нужны ли мне эти танцы или еще что-то, я поняла, что это не моя мечта. То есть это не моя цель, это чужая. И поэтому мозг, он будет, как бы, извилистый, не будет идти к этой цели. Не знаю, понятно, непонятно, объясняю. То есть если вы хотите заработать там первую премию 100 тысяч рублей, у вас должна быть прописана цель, что это? Я не знаю, может быть, это какой-нибудь велосипед, да. То есть я сначала вот хотела, чтобы у нас было три новых велосипеда, чтобы ездить за Волгу, на пляж. И мне нужно было конкретно, думаю, как раз по 30 тысяч, три велосипеда, круто, 100 тысяч. Когда, какому сроку эти деньги вам нужны? Должно быть прописано. И только тогда, когда вы выстроите такую цепочку, зачем вам эти деньги? На какую конкретную цель, к какому конкретному часу, тогда сложатся так обстоятельства, что вы будете двигаться к своей цели. То же самое, если вам надо премию 1 миллион 750 тысяч рублей, на что и к какому конкретно сроку? Понятно объясняю? Ставьте плюсики. Так вот, и это еще не все. То есть даже больше вы можете заработать. Не только 1 миллион 750 тысяч рублей. Есть еще те самые инвестиции, те самые проценты за директоров, которых даже вы, может быть, только их сопровождали, даже не приглашали и, может быть, даже знакомым можете не быть, особенно с директорами уже в четвертом поколении. Вы просто представьте, когда-то вы, допустим, вам приглашают партнера, вы, может быть, единожды даже для него проведете презентацию, дальше он стартует сам, разбираясь в системе. И когда он выйдет на директора, с его структуры вам будут идти проценты. Вы просто представьте, как здесь это все устроено. Но просто вам надо на первом этапе самим разобраться, а потом начать помогать другим. И за это вы будете получать очень хорошие проценты. То есть здесь вот именно оплата, помощь, она помогается. В обычной жизни, да, вот то есть когда я работала предпринимателем, все остальные это конкуренты. И то, что помогать, это палка о двух концах, да. А здесь наоборот. Вы помогаете своему окружению и вам за это платят. Ну, реально круто, да. Так вот, и теперь смотрите, какие преимущества сотрудничества с Reflame. Сейчас очень много компаний, которые открываются и тут же закрываются, как никогда стало их много. То есть я иду по городу, если, когда я открывала новый центр, у нас не было мест арендовать. То есть реально мы не знали, где найти место, чтобы открыть новый центр. Сейчас я иду по городу, здесь аренда, здесь аренда, здесь аренда. Здесь только что было, там, Beauty Room, салон, там, парикмахерской. Уже другой салон, да. То есть постоянно меняется, постоянно меняется. Почему? Потому что сейчас такое время, что действительно для традиционного бизнеса очень сложно. Много рисков и много действительно вложений. Вы можете вложиться, оборудование купить, арендовать, сотрудникам заплатить, а дело это не пойдет. Потому что сейчас вообще непонятно, как видите, что пойдет, что не пойдет. Здесь компания Reflame, у вас нет рисков. Но какие риски могут быть, да? То есть даже вот просто поэкспериментируйте, попробуйте собрать 10 тушей. Что будет? Вы можете заработать 600 рублей, а можете не заработать. Не собрали 10 тушей, не заработали 600 рублей. Какие у вас риски? Никаких. Но у вас есть возможность заработать 600 рублей. То же самое. Вы можете пригласить 6 партнеров, можете. Можете стать бриллиантовым директором. У вас будет 6 директоров. Вы можете получить премию 1 миллион 750 тысяч рублей, а можете не получить, если не будете приглашать. Понятно, да? То есть если вы что-то сделали, вы получили. Не сделали, не получили. И в основном многие хотят что-то открыть, а нет идеи. Реально нет идеи. То есть вот так же вот знакомый работает, значит, тоже оффлайн и говорит, ну вот хочу какой-то интернет-магазин. Ну вот какой-то бы надо, да, интернет-магазин какой-то бы надо открыть. А какой? А какой? Просто даже, чтобы открыть интернет-магазин, надо изучить ниши такие, которые востребованы. Не которые вам нравятся, да? То есть когда мы идут люди на рыбалку, они берут не тортики, не там, я не знаю, что там. Берут червей. Нравятся вам черви или нет, а рыбе они нравятся. И здесь надо найти идеи, которые не вам нравятся, а которые востребованы на нише. И это огромнейший анализ. И далеко не каждый это может. А здесь гениальная идея. Ну вот подумайте, люди всегда мылись, будут мыться. Уже сейчас, как никогда, в тренде все хотят быть молодыми и здоровыми. Поэтому и эта линейка, которая вот для мытья волос, она зайдет, она в тренде. Потому что все думают об этом, как тот же уход за волосами должен быть. Тот же вот, ну вот Optimal, Snugage. Все хотят быть молодыми. Все хотят быть здоровыми. То есть в принципе в компании Reclame уже все продумано. Ваша задача просто эту идею донести. Идея уже есть. А так как компания 55 лет на рынке работает, да, она и дальше будет работать. Если вам кажется, что никому не надо, да, что у меня знакомые не пользуются Reclame, скажите, как давно вы заходили в ванную комнату к своим друзьям? Ставьте плюсики. Как часто вы заходите к своим друзьям? Сразу заходите в ванну, идете в туалет, проверяете, стоит у них что там на полке. Литуаль или Reclame или Фоберлик, или там я не знаю, что стоит. Пишите плюсики. Как часто вы ходите по туалетам к своим друзьям? Как часто смотрите, что у них на полке из парфюмерии? Откуда вы знаете, чем пользуются ваши люди? Ваши знакомые. Вам так кажется, что они не пользуются. А очень часто я не пользуюсь, а потом одна показывает, показала мне тоже тень. Вот я где-то что-то покупала. Я говорю, так это Reclame. Она говорит, а я никогда не пользуюсь Reclame. Я говорю, так у тебя Reclame. Понимаете? Поэтому если вам даже знакомые говорят, что никто не пользуется Reclame, сходите в ванную, в туалет к своим десятерым знакомым и узнаете. Если даже они не пользуются этой продукцией. То есть у меня многие тоже не пользовались. Но когда они увидели, чем пользуюсь я, когда они увидели мой результат, то мое окружение стало покупать Wellness. Почему? Потому что они просто видят результат. Я рекомендую, я рассказываю, я просто как ходячая реклама. Мои дети ходячая реклама. То есть все мы находимся в родительском чате. И родители видят, какая посещаемость у моих детей. И они знают, что мои дети пьют Wellness. Они знают, что они пьют витамины. Поэтому они вынуждены ходить в школу и в садик практически, не пропуская. Но если уже там весь класс заболит, то мы тоже вынуждены. Поэтому если даже никто не пользуется, благодаря вам начнут пользоваться и будут хвалить. Потому что даже простое мыло, вот у меня нянечка, насколько расхваливала наше мыло, что мне даже самой, как сказать, неудобно стало. Столько расхваливать мыло, мне кажется, нельзя. Оно и такое душистое, оно такое классное. А сейчас лето, начинаешь потеть, моешься. Как прямо это, вау. То есть понимаете, это ода какая-то, одному только мыло. А у нас какая еще продукция есть? А водичка какая хорошая, там вот ей и Лео не нравится. Она такая классная, она такая здоровская. Понимаете, вы несете радость. Поэтому когда у меня дочка тоже спросила, мам, кем ты работаешь? Я сказала, курьер счастья и молодости. Потому что это действительно так. И у нас качественный продукт, потому что, как я вначале сказала, компания вкладывает деньги не столько в продвижение, в рекламу, как многие бренды, а именно свой исследовательский институт, классный ученый. Вы только посмотрите. Был обзор в прошлом каталоге запуска вот этой новой нашей линейки. Как раз рассказывала, ну вот кто занимается производством. Как они проводили вот эти все опыты, эксперименты, что сама уже год пользуется этой продукцией. Насколько вкусно они это рассказывают. Потому что они сами это вводят, сами экспериментируют, сами смотрят, насколько качественный и классный продукт получается. То есть это не просто вот быстренько создали и выпустили. Это действительно каждую новинку тестируют, смотрят. Ту же линейку 0+, чтобы выпустить нашу для детей. Ее более пяти лет тестировали, прежде чем выпустить на рынок. То есть действительно сертификация, все это естественно прошло. И у вас выгода с первой покупки. Каждый раз компания дарит нам приятные презенты и новичкам сейчас, и кошельки. И сейчас подарки каждому за 49 рублей. Неизвестно, что может быть часы, может быть сумочка, может быть рюкзак. И это действительно вот с компанией Reflame приятные-приятные моменты. Поэтому смотрите, что вас здесь может заинтересовать, все что угодно. Может быть вы захотите быть здоровыми, и вы увидите эти возможности. Может быть вас вдохновят доходы, что-то может быть. А как быстро вы здесь стартанете, зависит только от вас. Как быстро вы на следующую презентацию пригласите своих партнеров. И с какой скоростью вы будете приглашать, ваш спонсор может сказать, как быстро вы вырастите. Если вы не приглашаете на презентацию никого, подумайте сами, с какой скоростью вы пойдете. Помните притчу такую тоже, когда путник спросил, как дойти до Рима, до Москвы. Кто-то ему сказал, иди. Он говорит, не понял, как пройти до Рима, я не знаю, до Москвы. Иди. И тот пошел. Вот с такой скоростью ты дойдешь через столько-то дней. Соответственно, через сколько вы достигнете свой результат, знаете только вы. Как быстро вы начнете приглашать партнеров на следующую встречу, зависит только от вас. Почему бесплатное обучение, я думаю, вы разобрались, потому что здесь ситуация только выиграл-выиграл. Если вас обучают, сопровождают, потом в дальнейшем спонсор будет, тот, который вас сопровождал, также получать доходы. Ну и вы будете получать. Поэтому пишите своему спонсору, сколько вы завтра уже пригласите на такую же презентацию, и спонсор вам скажет, с какой скоростью вы будете расти. Если есть какие-то вопросы, у меня все. Спасибо огромное за то, что присоединились. Если есть какие-то вопросы, можете писать. Я буквально две минутки могу. У нас с дочкой мы еще на занятия бежим. Все понятно. Если есть какие-то вопросы, можете в комментариях задавать, отвечу. Огромное спасибо, что присоединились. Спасибо.